Обо всем более подробно. Ежегодно свыше 10 тысяч человек получают лечение в областном онкологическом диспансере. В настоящее время на учете состоят более 19 тысяч пациентов. Из-за нехватки площадей на территории диспансера построят еще один корпус. Аким Карагандинской области посетил онкологический диспансер. В Карагандинской области увеличивается количество больных онкологическими заболеваниями. Несмотря на то, что этот диспансер самый большой, места в нем уже не хватает. Ежедневно проводится около 16 операций. На данный момент на учете состоят более 19 тысяч пациентов. Каждый день на прием приходит около 300 пациентов. И на сегодня основной проблемой является нехватка площадей. Сами видите, сколько мы за последние 5 лет расчелили свои приемы. Приемы увеличили от 6 врачей до 20 врачей. Сегодняшний день увеличили количество. И вот что составляет на сегодняшний день, за нехваткой лечить, дальнейшие расчеляться никак не сможем. Операционно себе не позволяет зрение, масса не позволяет хотя бы. Это требует времени, требует сегодняшний день. Из-за нехватки площадей онкологический диспансер с 2014 года арендует целый этаж близлежащей гостиницы. Около 50 пациентов приходят туда на дневной стационар. Условия здесь не для больных, признаются врачи. Эти больные между курсами лечения, там проходит реабилитация. Мы занимаем этаж, утре для них мы оплачиваем. И там проводим химиотерапию, там будем реабилитация тем больным, который в последующем может вновь поступить к нам и дальнейшее продолжать лечение. На строительство дополнительного корпуса планируется потратить 1 миллиард деньги и 1,5 миллиарда на медицинское оборудование. Здание будет состоять из четырех этажей. В нем будет расположено 8 операционных залов, 16 реанимационных коек, клиническая лаборатория, генетическая лаборатория и аптека. Обо всем об этом доложили Акиму Карагандинской области. После диспансера глава области с ревизией посетил поликлинику номер 5. Сегодня в этой поликлинике начал работу аппарат компьютерной томографии, который ранее находился в неисправном состоянии. Компания «Шапогат» в рамках государственно-частного партнерства взялась отремонтировать дорогостоящее оборудование. На сегодня мы обследуем несколько категорий пациентов. Это, получается, дети, так как у нас в штате есть врач-реаниматолог, который позволяет нам смотреть детей, обследовать детей с различными патологиями и вводить их в наркоз. Также мы на сегодня обеспечили для Караганды очень немаловажное направление – это квоты. Квоты на сегодня выделяет Управление здравоохранения, и пациент на базе нашего центра спокойно может пройти бесплатное для него обследование и в рамках этого получить качественное заключение. Завершающий визит был в поликлинику номер 4. Ерлан Кушанов посетил медицинское учреждение, где пообщался с пациентами и врачами. Андрей Тен, Ажар Гибаева, Олжас Габасов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский.